Добрый день всем, кто смотрит это видео! Сегодня я вам покажу, как я готовлю томатный соус к пасте. В качестве пасты можно взять любые макароны. Я обычно беру паста пене или макароны сорта пене. Это годится как самостоятельное блюдо, а также как гарнир. Если вы это едите как самостоятельное блюдо, то просто можно посыпать сыром, и будет сытно и вкусно, и можно на ужин, можно и на бед. Итак, для приготовления этого блюда нам потребуется 500 грамм макарон любых, оливковое масло, помидоры свежие, луковица, 2 дольки чеснока, томат-паста, консервированные помидоры, орегано, перец, соль и сахар. Итак, приготовление я начинаю с того, что я ставлю вариться макароны. Я взяла 250 грамм на этот раз, пол пачки. Буду варить их в подсоленной кипящей воде. Затем я измельчила лук, измельчила чеснок, и хочу также снять кожицу и мелко нарезать помидоры свежие. А для этого я их надрезала крест-накрест, как видите. И сейчас я их залью кипящей водой, дам постоять минуту. После этого я солью горячую воду, налью холодную воду, и после этого кожура сойдет моментально, без всяких проблем. Итак, на сковородку мы выливаем 1 столовую ложку оливкового масла. Кладем туда луковицу, нарезанную мелко. Кладем 2 долечки измельченного чеснока. И пассеруем, пассеруем это минуты 2. Тем временем, вы видите, у меня варятся уже макароны. И когда это немножко спассеруется, я буду добавлять остальные ингредиенты. Как видите, макароны у меня уже готовы. Лук тоже дошел до нужной кондиции. И теперь я буду заканчивать приготовление томатного соуса. Для этого я буду добавлять к луку в первую очередь измельченные помидоры. Можно купить и целые консервированные помидоры, но я люблю покупать измельченные, чтобы избавиться от лишней работы по нарезанию. 200 грамм добавляю. После этого я возьму, добавлю столовую ложку томат-пасты, 2 мелко нарезанных помидора без кожицы, соль и перец по вкусу, и столовую ложку сахара, и пол столовой ложки сухого орегано. И все это будет у меня тушиться до загустения. Как видите, соус совершенно готов. Он достаточно загустел. Кстати, если вам кажется, что соус слишком загустел, можно его разбавить водой и протушить вместе с этой водой до нужного состояния. Теперь соус можно прямо налить в макароны и перемешать с ними, а можно измельчить в блендере до однородного состояния. Все зависит от вашего вкуса. Вот так вот выглядит это блюдо в готовом виде. Осталось только посыпать сыром, пармезаном или каким-то другим, и можно есть. Приятного всем аппетита!